Представитель Министерства обороны заявил, что в рамках операции «Гёрбагёр» армянская сторона обнаружила и уничтожила крупный отряд диверсантов. Президент Азербайджана заявляет, будто их войска наступают на шуши. Но возникает вопрос, как это они нападают, если мы их ищем, находим, нескольких уничтожаем, а остальные убегают. При любого рода военных действиях атакующих не ищут, они находятся сами. Бывший чиновник Минобороны Армении Арсрун Аванесян в очередной раз подвергся критике со стороны армянского общества. Как сообщает «Взгляд АС», местные СМИ сообщают, что Арсрун, которого запомнили, как дезинформатора на протяжении 44-х дневной войны, теперь стал одним из самых ненавистных людей в стране. К примеру, армянский оппозиционер и известный общественный деятель Тигран Варданян оскорбил Арсруна правительственную машину дезинформации. Арсрун говорит, что во время боев оппозиция распространяла дезинформацию. Аванесян лжет, как и в период 44-х дневной войны. Расскажу несколько фактов. Во время войны, меня дважды вызывали в Канаке, Зейтунский район МВД, из-за постов, которые я публиковал в то время. Однажды полиция сопровождала меня из здания оперативного подразделения до дома. Все три проблемы были вызваны с моими постами. Армянский оппозиционер утверждает, что в одном из своих постов он рассказал об оккупации села Агета-Шен и Шаумян Горанбойского района. Что являлось ложной информацией, распространяемой властями. Другой пост был по поводу информации о том, что мы нанесли удар по аэропорту Гинджи, которая, как я доказал, была ложной. Еще одна ложная информация заключалась в том, что сын капитулянта Ашот плакал и умолял вернуться на свои места солдат и офицеров, бежавших со своих позиций. Все три информации, которые я распространил, были четко и тщательно исследованы мною. Это была не ложь, а абсолютная правда. Эпик фейла Марсруна стало заявление про сирийских боевиков. Галашатай армянской армии заявил, что трупы тех самых сирийцев, которые якобы воюют на стороне Азербайджана, в качестве доказательства он предоставить не может, потому что их съели дикие кабаны в болотах долины Аракса. Арсрун нес эту чушь всерьез, но пользователи в интернете решили, что это мем или шутка. Что сказать, талантище!